Мы вышли на улицу. Мы сегодня оттёмку довезем до школы. Сам он сегодня уже не встал так рано. Устал, устал. Теперь, Тёма, застегни куртку. Что вот это такое? Прямо идет он нараспашку. Так, под ноги смотрим, скользко. Сейчас Аленка подъедет. О, она стоит уже. Мамочки сейчас помошки отдаст. Иди садись первой. Сегодня поздно. Она, наверное... Ну, не наверное, она в спортзал ходила. Поэтому сегодня не рано. Всё. Тёма, я Ване отправила видео, как ты... Жмой? Да. Он сказал, ну, наконец-то, Тёма научился отжиматься. Вот ты реально делаешь. Офигеть, Аленка, я сама обалдела. Делаешь, как надо. Он сказал, как надо. Вот тогда ты и пол ходил. Это было не отжиматься. Так он даже говорит, что раньше ему и сложнее как-то, да, было, когда неправильно. А сейчас у тебя как струна, тело. У него такое тело, да. Понял, Тёма, что... И ноги, помнишь, он как-то... ...регулярные тренировки. Ой, да. Ване-то вообще, когда показываешь, что там, он там планку как держит. То есть у него всё. Натянуто. Ага. Ну, видишь, тренер ещё с ним не разговаривает, сидит в телефоне. Ну, что это такое? Можно пожаловать. Не хочу. Кому я жаловаться там один? А то он будет мне. Просто ему не нравится этим заниматься, как бы вот. Меня бы в тренера. Я бы там и питание бы, и всё рассказала. А он, да, Тёмка, он просто в телефоне сидит. Бедненький вы, мальчик. Бедненький, он сплавный, чтобы... Ну, отдохнуть немножко во время проживания, потому что... Ну, реально, встал я и сделал. Ну, там что-то сделал, отдыхаю, он смотрит и говорит, давай делай. Ну, и правильно. Я не видела, как я до этого делала. Ну, Тёмка, ты не захотел ходить, как Ваня, в спорт профессиональный, а за деньги всегда так. Вливать им надо. Вливаешь. Ну, что, в 14 сам будет, да, Тёмка? В 14 сам будет, да, уже? Не в 16? Нет. Ну, аккуратно надо уже. Со мной? А, с тобой. Я даже не знаю, как он в 14 будет выглядеть. Может, это он со мной будет, а не я с ним ходить. Такой мужичок. В школу едет. Представляешь, одна девочка написала, что... говорит, а я с вами рядом работаю, там же БЦ Громов. Я такая... Та-та-ра-ра-ра-м. Типа, там же много всяких фирм, где мужчина. Ну, неужели никто не... Нет, конечно. Может, там просто смотрят, а так-то нет. Сейчас Тёмку проводим. Какие мужчины. Вспомни, мы вышли у нас прямо у входа, у бизнес-центра, колесо было спущено. Все стояли, курили, даже никто. Пока мы не выловили жениха со свидетелем. Да. Там свадьба была. Которые были рады всему миру помочь, только бы не жениться. На нас еще там эти женщины со свадьбой. У нас девочки просто там в этой столовой, а-ля, я не знаю, свадьбу проводили. Там места много. Вот, и там свадьба шла. Мы как раз летом ходили с работы. И там были залетные, полупьяные женихи, полуживые. Все, Тёмочка, удачного дня. Пока, котенок. Давай. Вот, тетя Баш. Пока-пока. Ага. Ой, ну что, едем на работу. Вот, девочки, мальчики, едем на работу. Видите, как светло, потому что ясно. И вот, что у нас в атмосферу трубы, да? Я с вами уже с конвой. Чем мы дышим? Это все на нас оседает. На наших волосенках. На нашей коже. На Аленкиных волосенках. Аленка едет, едет, спешит на работу. Часон. Так это. Видите, он опал, осел и за шапкой. Мамочка мне передала капусту квашеную. И ее нужно взять. Она сказала из машины, чтобы банка не лопнула, потому что большие морозы. Ее нужно взять на работу. Так, вот капустка у Аленки тут. Видите, как четко все, порядок. Это ее спортивная. Я закрою. Вот так я ссула. Сейчас все упакую. Сейчас мы распределим волосы. Так. Ой, что это они у меня сегодня такие густые. Они тоже густые. А вот, слушайте, это пенка. Это такая пенка, девочки. Надо мне на нее обзорчик. Самую обычную какую-то взяла в подружки. Посмотрите, что она делает, да? И вот тут прищемила крабиком, пока сохнет. Вы смотрите, а. Ну супер. Не причесалась, из чего помыла голову, пожамкала, пошла. Причем мне не нравилось. Помните, когда я красилась, как бы мне не нравилось, как волосы. Класс. Ну сережек не видно. Что делать? Так. Почта, все разбирать, все вообще жуть. НДС сдали. НДФЛ сдали. Сверху к статистику. Так. Ну все, буду тогда переодеваться. Сейчас чайничек поставлю, Аленка придет. Все. Девочки, работаем. Осталось совсем чуть-чуть. И выходные. Девочки, у нас обед. Сережки. Ну я не стала ничего снимать. Уже надоело этим. Вы правильно показываете все-таки? Вот. Я хочу показать дамскую сумочку настоящей женщине. Работающей, ухаживающей за собой, с своим питанием. И, конечно же, имеющую шикарную мамочку. Итак, дамская сумочка, что в себе скрывает? Первым делом, баночка двухлитровая капусточки квашеной. Понятно, девочки? Ну и косметичка, и телефон, это уже не важно. Главная капустка. Холодненькая, хрустящая. Понимаете, да? Что меня ждет вечером. Так что, до вечера, девочки. Наверное, сегодня в окей пойду. Может быть, что-нибудь там поснимаю. Давно я там не снимала вам. Так, всем добрый вечер. Вот я пришла с работы. Что я ем? Я уж не стала показывать то, что я на работе брала. Там было неинтересно. Какая-то кура с подливкой невкусная. Ой, макароны эти длинные. Ой, ужас. Значит, что я ем? Это мой, получается, второй прием пищи. Так. Так, ем остаточки, девочки. Гречка, и вот это мясо я как бы на маленькие кусочки. Это у меня мясо, которое было там сыровареное. Я не знаю, я в духовке сделала его. Господи, на ребрышках. Так. Так. То есть гороховый суптемка доел. Я даже один раз только его ела. Все ему. Раз ему понравилось. А вот еще такие ребрышки я сделала в духовке. Буквально там 20 минут подержала. Но они готовы. И, конечно, салат. Я давно салата не ела. Вот. Очень захотелось. Это молодая такая капустка. Ну, молодая, потому что, вот видите, такой маленький качанчик совсем. Значит, помидорки черри. И захотелось мне кукуруза сладкой. Видно. Хочется мне сладкого. Вот. Ну, чай я, конечно, буду пить зефиркой. Но это попозже будет. Уже после душа я люблю съесть. Вот так, когда все чистенько. Уберу, когда уже на кухне все. Включу маленький свет. Ну, у меня всегда. Вот. И под блогеров. Там или читаю ваши сообщения. Монтирую параллельно. И тогда уже пью чаек. Когда у меня все сделано. Сейчас у меня бардак. На кухне. Ну, Темка опять на тренировке, на спорте. Придет. Еще надо кормить. Кстати, вот он вчера после спорта почему-то даже не захотел есть. Молочки попил. Говорит, я хочу что-то такое жидкое. Ну, вот жидкое. Молочку там какую-то. То ли йогурт, то ли что-то выпил. Вот. Так что вот садимся кушать. Я сажусь. А вам тоже приятного аппетита. Но я люблю все в одну тарелку. Уж извините. Сюда положу. Вот. Вот если бы у меня не было каши, да, гречневой. Я бы этот салат весь съел. Но так чувствую, я оставлю даже Темочки. Но я половину съем. Даже большую половину. Потому что я салат очень люблю. Вот. Это вот второй прием. Сейчас у меня полшестого на часах. Так. Ела я без 15-12. Вот с 12 часов. И вы знаете, даже не хотела на работе ни чая, ничего. Все. Всем приятного аппетита. То есть я уже желудочек свой приучила. А вот там был такой отзыв. Ну, не отзыв. Комментарий, что как же вы не боитесь за свой желудок. Типа, пожалейте, что утром пьете кофе. Натощак. Девочки, я почитала. Если нормальный желудок, никакая там кислотность, никакая кислота. Тем более уж кофе, который я завариваю просто, пардон, не варю, а этот французский пресс, этот френч пресс. Ничего там не будет. Тем более там говорят, что прислушивайтесь к себе. Если какие-то там боли, я после этого летаю. То есть мне все хорошо. Я прислушиваюсь к себе. И не ем я до 12. Из-за того, что я там терплю или голодаю. Я не могу есть. Я легкость ощущаю и работоспособность только, когда голодная до 12. В 12 я готова. Вот. И сейчас я готова. Всем приятного аппетита. Добрый вечер. Так. Я уже после душа монтирую вам видео. Сейчас вы его увидите. Просто хочу как бы в пятницу подвести так итоги. Ну как подвести? Просто поболтать. Значит, я смыла, может быть, кто-то не знает, не видел. Смыла косметику вот таким лориалевским. Это очищающий гель. Бесконечная свежесть называется. Он для нормальной смешанной кожи. Ну вот если я найду для сухой, я куплю для сухой. Очень хорошо все смывает. Я лориалев, наверное, уже не изменяю ему. Слушайте, лет 5, наверное, или сколько? Очень, ну вот как только он, может быть, появился, так и все, и пользуюсь. Покупала какие-то двухфазные вот это масла. Ничего мне в глаз попало. И все, у меня там какое-то лавандовое масло, я что-то такое купила. Гидрофильное, да. Все, перестала. Сейчас, конечно, все сковано. Но я думаю, это не так от этого средства, как от воды. Поэтому быстренько используем молочко. Тоже лориаль. Вот такое у меня очень удобное. Это я в Турции покупала. Потому что в России я уже не вижу таких молочков. Вот. Очень удобно. Прям вот поеду в Турцию, я две таких штуки куплю. Так, и смываем. День отработали. Шикарно. Пятница. Целая неделька у нас с вами, да, отработанная. Как это? Первая неделя февраля. А у нас же еще праздники, да, 23-я. Это пятница. По-моему, да, выходит. Потому что я там считала, когда будем выплачивать зарплату. Вот. А между зарплатой и авансом должно быть не меньше, как бы, да, там, 15 дней. Вот я сидела, высчитывала, думаю, 9-го. А у нас как раз 10-го. Вот сегодня 9-е, да. То есть, получается, тогда не 10-го люди, а получили бы 10-е. А 11-е только 12-е. То есть, завтра суббота, воскресенье. Потом надо посчитать, когда не аванс. То есть, 25-е. А 25-е – это тоже воскресенье, по-моему. Вот. Директор говорит, как скажешь, так и будет, естественно. Потому что я все фирмы, кроме одной, перенесла даты. Ну, вот кто бухгалтера? Может быть, кто-нибудь бухгалтера, неинтересно. Ну, вот кто бухгалтера? С этого года мы должны два раза отчитываться в месяц, да, по полученным доходам. Доходы, которые работники, да, получают по НДФЛ. И я быстренько перестроила те организации, которые я веду, переоформила, чтобы они получали не 10-го и 25-го, а 5-го и 20-го. Чтобы попасть в период с 1-го по 25-е число. Так. Вот так. Чтобы отчитываться только один раз. Ну, кто не бухгалтер, вы меня не поймёте. Потому что я объясняю, я так не для... Короче, для бухгалтеров. Вот. Тоник берём. Вот. А одна фирма у меня осталась, потому что её обслуживает другая девочка. Потому что там есть обособленные подразделения, а она ведёт именно кадры. Там человек 70. Вот. И она говорит, у неё такая, как бы, ну, текучка. Я ей предложила, говорю. Она говорит, а как же отпуска? Отпуска там по графику. И поэтому график она, конечно, не может уместить в какой-то... Как люди уходят, так они уходят. Я говорю, ну, ладно, ты тогда делай так, а я буду, как мне удобно. Вот. Ну, и, конечно, как бы по вечерам, то есть на этой неделе, Алёнка дала мне задание найти и уже на этих выходных оплатить тур. Тур в Турцию. Тоник берём, это It's Skin. И у меня есть такая сывороточка. Может быть, вам представится, потому что эти видео выходят вечером. Утром-то я представляюсь, а вечером не представляюсь. Меня зовут Наталья, мне 45 лет. Так, на ручку его надо. Я живу в Санкт-Петербурге с сыном 12 лет. Он учится в шестом классе. Школа, как бы обычная школа, но с углублением английского языка. Вот. А так обычная школа, не гимназия, ничего, просто обычная школа, ну, с углублением. И выкладываю я такой новый, не новый блогер, а такой молодой, так скажем, да, блогер. Ну, видите, у меня такие как бы непрофессиональные, да, так ролики, скажем. Но зато каждый день. Вот. Я бухгалтер, ну и чуть-чуть рисую я. Иллюстрирую книги, о которых расскажу вам на выходных, потому что Алена сказала, все ссылки дать, дать. Вот. Я ещё не ужинала, сейчас хочу перед ужином даже принять душ, чтобы уже чистенько, уже не думать ни о чём, загрузить бельё. Вот. И вот выкладываю такие обычные простые болталки, собиралки, либо, например, такие видео, покупочки или косметические какие-то средства, новинки у меня. Вот. Ремонт, например. Так. Выходят видео каждый день, утром так точно, но вечером стараюсь. Не знаю я, что делать с контентом. Так, возьмём крем. Вот это тоже от Swiss Image, как и у меня. Тоник очень мне нравится. Сначала губки. Что-то я начала понимать. Вот такой гель для губ. Что то ли не до конца утренние смотрят. Подскажите мне, пожалуйста, подпишите вот под этим видео. Вы до конца просматриваете? Удаётся вам до конца просмотреть утренние видео? Или мне не делать их такими большими? Мне кажется, не делать. Просто я так досконально, всё, как будто бы я в прямом эфире. То есть, 50 минут, вот как я крашусь, грубо говоря, да, там, так у меня и выходит это видео. Мне кажется, чтобы... То есть, я очень, во-первых, я там, ну и сил, да, этого всего, там, как бы я же всё там и разговаривать надо, и показывать надо, и рассказывать. Вот, может быть, как-то и вам не надо все эти 50 минут. Потому что, когда вы приходите, например, утром вы собираетесь быстренько, а вечером приходите, вы его уже не досматриваете, да, вы начинаете как бы смотреть, уже получается следующее моё видео, которое выходит вечером. Вот. Получается... Как бы не... То есть, и я там лишнее, да, это же и загрузка тоже, и одно дело 20-минутное видео, а другое 50-минутное, понимаете? Совсем разные вещи загрузить, смонтировать. Я же там всё это монтирую. Ой, да и утром тоже я, вот видите, даже сегодня еле-еле успела. Думала, на работе уже буду показывать аутфит, но всё-таки Тёмка проводила одного в школу, он пошёл, и я быстренько-быстренько аутфит из дома показала. Вот. Вы напишите, потому что я, наверное, планирую сократить как-то утреннее видео. Вот. Либо, может быть, даже через день, может, показываю. Но через день я не хочу, потому что у меня всё равно получается, я каждый день. Вот. Что я на выходных ещё хочу? Вот напишите по этому поводу, потому что 50 минут, я думаю, это слишком и для вас, и для меня. Я-то раньше планировала, как бы даже не каждый день, а вот так, длинное видео, ну, там, два раза в неделю. А потом я поняла, что как-то хочется показать каждый ежедневный аутфит. Ну, и вы бы видели сейчас там розовый макияж, завтра зелёный, синий, синий, ну, то есть, понимаете? Вот. И ещё тоже хочу снять, значит, про... Так как мы всё-таки выбрали отель на этой неделе. Сначала думали 100% один. Буквально за один день, за один час переиграли. Ну, более выгодные, и как бы мы вообще ещё не видели никогда такой отель. Ну, то есть, даже рядом мы его не видели. И если всё получится в субботу, то я покажу сразу же в субботу, наверное, вечером выложу вот про отели, как выбирать отель, в какой, может быть, мы поедем, покажу. Да, что из этого секрет делать. Вот. Так что ещё у меня видео знакомства с семьёй, ещё видео про книги, которые мы пишем, да, так что планов много. Вот. Ну, на этом буду уже заканчивать. Вот такой уход получился. Можно чуть-чуть так сделать. Тюнь-тюнь-тюнь. Вот. Пойти покушать, наконец-то, потому что последний приём у меня был в 12 часов. Но я себе позволила... Позволила печеньки. Я, наверное, вставлю, какие печеньки. Вот. Но это было уже не вчера, а сегодня. Так что вчера я ничего, ничем не перекусывала, а сегодня вот позволю. Но они маленькие, вкусненькие. Так что можно было. Я много не ела одну только, на пробу. Вот. Ну, всё. На этом пока. И до завтра. Завтра вы утром увидите мои сборы, как я собиралась в пятницу. Вот. Тоже. Раньше как-то я так не выкладывала, потому что в пятницу у меня был свободный день, да, и утром я собиралась одна без записи видео. А тут что-то как-то я даже забыла, что... Ой, сегодня пятница, я могу не снимать. Надо снимать. Подумала я. Вот. Чтобы утром вы уже пили кофе тоже опять под меня. Всё. Всем пока. И пейте чай вместе со мной, как с этими печеньками. Всё. До завтра. Попить после обеда. Потому что я поковырялась, всё оставилось. Какое-то вкусное, не знаю. Не знаю я, девочки. Сейчас покажу вам, что Аленка купила. Это ты во вкус вели, да? Схват. Вот такая вкус вилл. Вот такие симпатичные. А, наверное, плохо в зеркале. Сейчас я вас вперед. Такое печенье вкус вилл. С начинкой смородина-малина. Ну, конечно, очень вкусненькие они. Вот утром я не ела их. Одно себе после обеда позволю. Одну только. Аленка, утро дело. Аленка, а ты не взвешивалась, вот ты не ешь булки с утра? Ну, ничего не меняется. Потому что вечером ешь, наверное, да? Бусики. А вот если бы ты и вечером не ела, вот ты так не можешь. Тебе надо чем-то вечером заняться. Аленка, на тело реалевскую румяна. Они мне не нужны, чтобы не выбрасывать. Ты рада? Ну, потрогай на пальцах. Ну, они прям такие малопигментированные. Да, так не скажешь. Вижу, они такие запеченные. Тебе были с оранжевым? А, ну, тут чуть-чуть золотинка даже есть. А, спасибо. Ну, их надо очень много набирать вроде бы. Ну, пользуйся. Спасибо. Фу, хоть не выбрасывайте. Ладно.